Всем привет, меня зовут Диана Альбалауи, я профессиональный визажист и стилист по прическам, а также немного занимаюсь фотографией. В сегодняшнем видео я хотела бы снять свои первые впечатления о новой палетке от Pat McGrath. Сначала давайте ее распакуем. Та-дам! Ладно, я ее просвочила. Хорошо, я не смогла дождаться, я ее очень много раз просвочила. Но что я не сделала, так это я не сняла пленочку. Что ж, в этом видео не будет какого-то полноценного обзора. Я просто хочу рассказать о своих первых впечатлениях об этой палетке и сделать какой-то вот один макияж. Свочи, наверное, тоже не будет, я хочу их оставить для вот полного какого-то обзора на нее. Это у нас палеточка получается. Pat McGrath Lums. Mothership 10. Moonlit Seduction. И когда я увидела фотографии вот ее в социальных медиа Pat McGrath, я подумала, что, возможно, это просто палетка моей мечты. Потому что здесь вот этот темный, холодный, коричневый. Вот просто как я люблю, да. Я очень сильно люблю такие вот винные тоже оттенки, желательно приглушенные. Как бы вот они здесь тоже есть. И я на нее смотрела и думала, неужели, неужели это вот будет моя палетка мечты. К тому же я очень сильно люблю вот такие вот дуахромчики, которые, например, как вот MAC Blue Brown, да. Вот как жук какой-то, да, вот этот переливается. Обожаю просто такие оттенки. Я ее ждала очень долго. То есть я ее заказывала через Bayer в России. В Турцию не доставляет Pat McGrath. Получается, я ждала ее 2 или 3 месяца. И спасибо огромное, Shop of Beauty. Вы доставляете невозможное. Вы делаете все вот просто с максимально возможной скоростью в текущих обстоятельствах. Это не реклама. Я просто очень люблю этого Bayer. Покупаю у них сколько уже? 4 года. Так что большой рекомендацион. Ссылочки тоже оставлю. Если что, у них очень много всего есть в наличии. Тоже обязательно посмотрите. Вот. В общем, несколько, там, пару месяцев. Это же, может быть, 2,5, не знаю. Не помню. Не буду врать. Шло до Москвы. А потом мне моя свекровь привезла эту палетку уже в ноябре. Но, как вы, возможно, знаете, у меня были проблемы с кожей. И я не снимала никаких макияжей. Вообще не красилась. И она у меня просто лежала. Я ее периодически так вот щупала. Вот. Но я ей не красилась. Я пробовала наносить вот этот немножко оттенок. Но сейчас об этом подробнее поговорю. В общем, наконец-то настало время с ней попробовать сделать какой-то макияж. И когда я ее начала как-то свочить, я пробовала один раз вот этим цветом чуть-чуть растушевать какой-то макияж. И вот эти оттенки оказались очень чистыми. То есть не такими приглушенными, насколько я рассчитывала их увидеть. И к тому же это еще, по сути, одна розовая палетка от Pat McGrath. Да, так не кажется. Но я как бы ожидала, что будет палеточка гранжовая, да. Ну, здесь гранжовая. Вот, наверное, вот этот цвет. И, может быть, ну вот этот. В принципе, все. Здесь, по сути, палетка снова достаточно розовая. Вот этот цвет розовый. Вот этот цвет такой персиково-розовый на самом деле. И вот этот цвет. Он отливает голубым, но он по факту розовый. И мы, по сути, получаем еще одну розовую палетку. Это уже четвертая подряд. То есть первая роза, вторая Дивайн Роуз, да. Потом Хью Топиан Дрим и вот это вот. Они, по сути, розовые. Ко всему прочему, вот эти особые цвета ее, да, какие-то Celestial Shades, оттеночки, которые вот украшения палетки, они всегда были запеченными. Ну, кроме Хью Топиан Дрим, там один цвет был не запеченный. Но здесь они все, четыре, спрессованные. И они ощущаются такими более скользкими. В то время, как ее запеченные особые цвета всегда были такими сухонькими. Мне это в них очень нравилось. А вот эти, они просто вот спрессованные, скользкие. И это тоже как-то настораживает, если честно. Вот этот оттенок, я вообще не понимаю, что он здесь делает. Он какой-то светло-лавандовый. Не совсем, в общем, понятно, что я решила. Я решила, так, хорошо, я постараюсь абстрагироваться от своих ожиданий. Просто поделать с ней несколько каких-то макияжей. Сегодня будет вот один макияж, да. И уже потом, поделав с ней макияжей, я сделаю уже обзор с моим мнением на нее. Так что давайте я вас придвину поближе, и мы с вами начнем. Смотрите, я бы хотела попросить вас не ожидать от меня сегодня какой-то супер креативный образ. Потому что мне хочется просто попробовать эту палетку, посмотреть, как она работает. И я не претендую на что-то прям невероятное, уникальное. Хорошо? То есть я уже нанесла свою базу на веки. Я использовала Paint Pot от MAC в оттенке Paintly. Также я использовала сатиновую пудру, чтобы просушить вот эту вот косточку и вот эту зону под глазиком здесь. Я начну с оттеночком Plum Cabaret. И я нанесу его во внешнюю часть моей складки века и оттушу наружу. Я также плотнее наношу его на внешний уголочек глаза. Теперь я хочу нанести оттенок Rosewood Romantic во внутреннюю часть моей складки века. Что ж, я вижу, что этот оттенок потеплее, тушуется он хорошо, но все-таки он какой-то близкий к вот этому, да? Не знаю. Не, я понимаю, что и видно, что они разные, но в палетке всего 10 оттенков. Сейчас я хочу сделать обраточку такую, да, для нижнего века. То есть я возьму более сиреневатый оттенок, конечно, вот сюда. А более персиковый вот сюда. Так, может быть, я, конечно, схожу с ума, но я что-то не сильно вижу большую разницу между этими оттенками. Смотрите, вот на верхнем веке вот с этой стороны один оттенок, а снизу другой. Ой, где разница? Сейчас я бы хотела плотненько нанести оттеночек Extreme Nocturne, самый темный оттенок в палетке, вот поближе вот сюда к ресничкам. И я это растушую кисточкой, на которой еще немножко осталось предыдущего оттенка. Если честно, то я вот сейчас смотрю на этот макияж, я не знаю, какой следующий цвет нанести. Логически, наверное, было бы нанести вот этот оттенок. У него такая сиреневая розовая база, да, вот розовая она. Ну, как бы оно сюда бы, наверное, подошло. Ну, да, хром, он яркий, окей. Вот этот цвет, он как будто слишком светлый, вот этот цвет, он слишком желтый. С этим цветом я вообще не знаю, что делать. Вот этот цвет сюда слишком серый, а вот этот цвет слишком золотисто-бронзовый. Что теперь делать? Ну, а этот цвет, ну, это типа внутренний уголочек, ну, тоже как-то... Так, я нанесу вот этот оттеночек, но только на внешнюю половину моего подвижного века. Что ж, я не буду врать, этот оттенок очень красивый, да, я люблю такие оттенки, у меня точно копии такого нет. Мне очень нравится, как этот цвет будет контрастировать с моими карими глазами, вот этот перелив, да. А теперь я нанесу оттеночек Blitz Venus на внутреннюю часть моего подвижного века. Что ж, перенос кистью пока расстраивает. Я нанесу больше Duochrome VR Sextasy, чтобы эти оттеночки между собой лучше смешались. Я не самый большой фанат такого перехода, но так как мы тестируем палетку, ладно. Ну, что сказать, все это становится еще более каким-то разочаровывающим. У меня было больше надежд, когда я начинала это видео. Давайте нанесем оттеночек Bronze Devotion в более внутреннюю часть моего нижнего века. Это все не нравится. Вообще, оттенок-то красивый, но он с этими матовыми как-то не работает. Что ж, у нас есть еще один металлический оттенок, он называется Platinum Dusk. Нанесем его немножко вот ближе к внешней части, да. Мы его нижнего века посмотрим, что получится. Что ж, ну оттенок этот вообще красивый. И он очень красивый, но он со всеми этими оттенками просто не работает никак. Давайте нанесем оттенок Skin Tense Glow во внутренний уголочек глаза. Эта кисточка, кстати, очень интересная. Это в Выводе на 01. Это такой маленький-маленький факел для внутреннего уголочка, который можно так вот брать и просто разносить. Халат, это очень прикольная кисточка. Прямо. Также воспользуюсь этим оттеночком в качестве своего хайлайтера. В роли хайлайтера он мне нравится. Я сделаю брови, ресницы, подводку, румяна. Вообще все сделаю и вернусь к вам. Что ж, вот такой образ у нас с вами получился. И я сегодня наклеила пучковые реснички. Если вам интересно, как я это делаю для своих клиентов, если вам интересно, какие-то интересные фишечки, я там их дала, то видео будет вот здесь вот по ссылочке, когда оно выйдет. Хорошо? Что я еще добавила? В общем, я добавила во верхнюю слизистую карандаш от NYX Epic Wear Liner Stick в оттеночке Deepest Brown. А на нижнюю слизистую тоже NYX, тот же самый, только оттенок Burnt Sienna. Очень классные вообще карандаши. Очень их сильно люблю. Что вообще сказать? Я немножечко как-то расстроилась с этой палеткой. Я буду дальше пытаться ее испытывать и делать какие-то с ней макияжи, чтобы... Ну, я буду ей давать еще шансы, ну, как в юзивных отношениях, получается, да? Я в основном делаю макияжи только на камеру. Я как-то в повседневной жизни особо макияж не ношу. Вот так еще и с этим раздражением кожи. Ну, не любит моя кожа. Похоже, турецкую воду, экологию, не знаю, да? Не, ну, конечно, десятый палетки Матэшепта, ну, все-таки юбилейный. Я ждала чего-то большего как-то. В общем, надеюсь, это видео было хоть сколько-то интересным. Спасибо большое за просмотр. Хорошего вам дня и пока!